добрый день дорогие мои подписчики и гости канала хочу вам сегодня показать вот как сделать вот такими вот рубчиками убавления при ручном вязании для формирования проймы это фабричный свитер вот так вот выглядят эти рубчики так сейчас подошла я к пройме снимаем кромочную вот сейчас я на той высоте где мне нужно начать делать пройму уже формировать пройму значит провязать сняла кромочную провязываем 2 лицевых далее вот вот эти вот 4 петли у нас будут задействованы в убавлении у нас останется 2 мы делаем вот как смотрите первую снимаем не провязывая временно теперь мы должны перекрестить направо под эти вот две петли подхватили вторую впереди перенесли вот таким образом вернули на спицу возвращаем на спицу эту которую мы сняли первую видите мы средние две петли из 4 перекрестили с наклоном вправо теперь мы вот эти вот первые теперь уже две петли провязываем вместе с наклоном вправо лицевой и следующие две точно так же с наклоном вправо лицевой петлей вот таким образом с наклоном вправо мы сократили две петли сделали убавление далее провязываем лицевыми все петли не довязывая 6 петель и теперь у нас остается вот из этих вот получается 7 петель вместе с кромочной у нас осталось без кромочной 6 петель останавливаемся мы делаем то же самое мы сейчас средних 3 2 петли мы будем перекрещивать но только в этом случае с наклоном влево подхватываем вот одну сняли не провязывая подхваты вот сейчас на левой спице вторую позади перекрещиваем вот эти две петли налево возвращаем на левую спицу первую тоже все четыре петли участвующие сейчас в убавлениях мы вернули на левую спицу теперь мы вместе их провязываем за поворачиваем их правой стенкой назад и провязываем за заднюю стенку лицевой петлей то же самое мы делаем сейчас со следующими двумя петлями разворачиваем их и провязываем за заднюю стенку лицевой петлей так мы сделали убавление влево убавили сразу же две петли вот таким вот образом далее провязываем две петли неизменно кромочная изнаночная теперь мы провязываем изнаночную сторону лицевую и еще изнаночную остри ряда мы провязываем неизменно по узору когда будем в лицевом ряду снова встретимся так довязали мы четвертый ряд до конца ряда кромочная изнаночная вот теперь пятый ряд то есть каждое убавление мы будем делать через четыре ряда было в первом теперь в пятом потом в девятом и в тринадцатом так вот сейчас мы сняли кромочную снова делаем убавление провязываем две петли неизменно снова делаем то же самое снимаем первую петлю делаем перекрест двух петель направо первую на вторую вот на левой спице сейчас одна снятая вот видите одну сняли вторую на левой спице подхватываем спереди меняем местами вот таким вот образом вернули все на спицу включая первую самую мы перекрестили направо средних две петли теперь те которые у нас сейчас на спице первую вторую за правую стенку то есть за переднюю стенку мы провязали с наклоном вправо следующие две тоже вместе провязываем с наклоном вправо обе за передние стенки далее провязываем до конца ряда и в конце ряда у нас должно вместе с кромочной остаться 7 петель так осталось 7 петель вместе с кромочной вот эти вот 4 петли мы делаем то же самое что и в первом ряду снимаем первую временно не провязывая теперь вот следующие две петли мы должны перекрестить налево подхватываем позади вторую сейчас на левой спице петлю меняем их местами возвращаем на левую спицу и первую петлю тоже мы перекрестили две петли налево 2 средних петли на левой спице вот эти две первых петли сейчас мы должны развернуть правой стенкой назад чтобы нам сделать убавление с наклоном влево и обе провязываем за заднюю стенку то же самое делаем со следующими двумя петлями разворачиваем их возвращаем на левую спицу и провязываем за заднюю стенку тут мы все поправим вот таким вот образом и у нас остается 2 петли неизменных и кромочная вот давайте посмотрим видите вот такие вот рубцы у нас получаются здесь мы все расправим хорошо поправим вот такие рубчики получатся